Выставка текстильных интерьерных кукол впервые проходит в Уральске. Собственные изделия представили на суд зрителей местные мастерицы. Секретом создания эксклюзивной вещи, выполненной из обычных чулок и синтепона, рукодельницы поделились и с нашим корреспондентом. Красочный мир текстильных кукол Александра Антонова открыла для себя три года назад. Пытаясь найти занятие для души, пробовала рисовать, занималась квилингом, пока не увидела фотографии чулочных кукол. По ее словам, сложно сделать лицо, ведь оживая кукла влияет на всю работу мастера, порой заставляя менять уже продуманный образ. Я учусь в третий год столько же, сколько я делаю эти куклы. Я до сих пор учусь. Вот эта цыганка у меня, я ее около месяца, наверное, делала. Потому что мне то губы не понравятся, то у меня носик не такой, то глаза не так. Нина Мефодиевна родом из Украины. Всю жизнь она проработала токарем на заводе. На досуг времени не хватало, но, выйдя на заслуженный отдых, начала шить. Затем увлеклась интерьерными куклами. Появились в доме гоголевские герои – Вакула и Оксана. Позже Нина Мельникова начала мастерить новых героев – казаков, цыганей. Теперь занимается изготовлением оберегов и домовых. Украина – это мое больное место. Я всегда как-то стремилась, всю жизнь мечтала, там, вышивать. Там ведь в каждом доме это делают. Но жизнь у меня так служилась, пришлось забыть. А уже когда вышла на пенсию, вот здесь я развернулась, душа у меня. И я пошла фантазировать. Очень хочется пригласить всех деток со школ, чтобы они посмотрели этих прекрасных кукол. Такие заводные, озорные, интересные, душевные, живые. Глазки смотрят прям, как будто это действительно домовенок или чертенок. Он смотрит на тебя и передает тебе какие-то эмоции, мысли. Авторы экспозиции намерены совершенствовать технику изготовления кукол. Они считают, что их творения должны радовать красотой и завершенным образом. Теперь вместе с коллегами из клуба ремесленников мастерицы готовятся к большой выставке прикладного искусства, которая порадует горожан в ближайшие праздники. Ботогос Базарбаева, Руслан Мурзагалиев, Уральск.